Ну вы знаете, что такая гармония была достаточно полноценная, тогда работали в основной реале. Желтая, синяя, красная, то есть полностью гармонизированная поверхность. Если мы краска сискребем, смешаем, у нас получится темно-серок. Если он не темно-серок, то ничего-то оказалось много. Но на самом деле систем гармонии достаточно много. Есть разного вида нюансной гармонии. Допускается запишка в какую-то одну сторону. Естественно, надо помнить главное, что при высыхании, когда мы работаем по мокрой гармонии, все будет уходить по страшной силе, то есть надо сдавать с большим запасом тональности. Ну и следите, вот по мокрому, когда мы работаем, когда мы делаем, благодаря присадкам, видите, она ходит безбежной, вот тут, просто как наполеем в сражении, смотришь, думаешь, вот теперь туда ревется, теперь сюда. Просто рука должна чувствовать мокроту бумаги. Поскольку у нас красного было изначально мало, правда, красный присутствует и монетно в охоте, там чуть-чуть это и есть. Ушной волос. Ну вот это синтетика, до этого был ушной волос, и там у меня колонок лежит. Ну, кого-то, кто к чему идет. Ну, колонок умерзает. Ну, губки еще применяют, вы знаете, да? Всякие, даже писать можно. Мелок держит, но вот где-то он замывается, безусловно. Безусловно. Черные краски я не употребляю. Зачем? Мы берем любые дополнительные цвета, и из них мы прекрасно можем сделать черную краску. Если мы возьмем, скажем, коричневую смешаем с синим, у нас прекрасный какой-то черный оттенок. Если мы возьмем изумрудную и зеленую смешаем с кроплаком, у нас будут прекрасные хорейные тенки. И так далее, оранжевые там и синим, ну вообще. Любые дополнительные цвета из цветового круга, если мы берем, пожалуйста. Ну, я так сейчас несколько совсем эскизное делаю, чтобы вас не задерживать. Ну да, если какие-то правки, если надо что-то переделать, надо, конечно, тогда дать полностью высохнуть, аккуратно, вместо заново мочить и стараться, чтобы это оказалось не очень заметным. Да, я вот не умею на пластиковые, еще какие-то. Это западники, они же экономят краску, но тут дорожают. А нам чего же делать? Питерская краска, она пока еще хорошо их делась, когда еще не досохла. Здесь уже немножко пересохла, треплюсь много. Вот. Где-то она жесткая, где-то, то, что вы говорили, хорошо сочетание жесткого и мягкого, да? Вот если где-то так, где-то так, если все мягкое, то как-то. Ну, кто-то и так делает, конечно. Ну, торцом кисточкой делать сейчас какие-то стволы, какие-то детали. Ну, мне больше нравится, чем вот тонкой кисточкой тянуть. Ну, видите, я тут особо, конечно... Известно, да. Можно я обязательно берил имя, если, например, у вас, ну, передний план, вы хотите делать там какую-то траву, там еще что-то, вот, берете так, зубную щетку, так хорошо где-нибудь в темной краске, и на сырую поверхность она так еще течет. Ну, еще там, естественно, можно, там, губками сверху можно отлипы давать, там, ну, все колпы по-своему, что-то. Тот же набрыск. А, ну, соль, конечно, на раны. Тоже за чай. По вкусу. Я сказал, как сладкий чай. Ну, я не знаю, вот сюда, вот сюда, вот она у меня была вот так вот, да, ну, чайных ложки, ну, может быть, четыре. Сладкий чай, хороший вкус у вас. Можно меньше. Ну, понимаете, если вы почувствуете, рука почувствуете, что вот она слишком вязкая, ну, тогда окунули сюда, окунули сюда, и вот средняя получилась, или добавили воды там, еще что-то. А глиотерина немножко, да? Ну, понимаете, если слишком перебухать с сахара, то такая, ну, во-первых, очень долго будет сохнуть, она такая, стеклянная поверхность, даже тракелюра образовалась, в принципе. Ну, ни к чему, она совсем не будет течь, она будет так. А я что отметил, да? Да нет, там я просто по звукам взял и туда, может пригодится. Может пригодится. Я не знаю. Ситу или что-то не там. Боль то. Боль то. Боль то. Боль то. А вот это все. То есть здесь есть белые, да, есть, ну, то есть, если бы я все сделал белым, было бы очень контрастно, тогда надо было бы слишком светло-творить. Поэтому я применил какие-то, ну, вообще есть такие еще в больших наборах светло-серые. Есть еще один способ, если не торопиться, допустим, ну, вот белые действительно, вот я где-то применил, они где-то рисковато режут глаз, да? Вот. Можно что сделать? Можно слегка протонировать весь низ, ну, как, первый раз. А, да. Потом нанести. Они белые. Они уже струкли. Да-да, они белые. Вот. И высохли. И тогда уже еще раз уже помог ему нормально работать. Вот. Можно так вот. В случае, надо вот эту штучку прыскать. Брызгать. Брызгать. Я сейчас прыскать не вон. Но вот, допустим, если мы сейчас, вот есть такой способ. Мы захотели сделать какую-то интересную штуку. Здесь, ну, сейчас чуть-чуть надо, думаю, чтобы побольше высох. Вот, собственно, дырочки. Например, да? Вот это, ну, как вот, можно такой способ с этим фрагментами это соприменять или, там, фоны какие-то там, да? Ну, а просто, если вы хотите подпочить уже высохшую, ну, аккуратно посвызгаем, и опять можем работать. Только надо, чтобы как следует высохла, впиталась. Единственное, надо иметь в виду, что, конечно, проникновение воды будет не глубокое. То есть там надо быстро. Или, допустим, пейзаж очень неплохо. Ну, вот мы хотим провести какую-то линию, да? И где-то она ровная, где-то какими-то ёжиками во все стороны пошла. Уважаемые гости, дамы и господа, а сейчас мы поблагодарим Игоря. Игорь, спасибо вам большое за мастер-класс. А есть вопросы задавайте, да? Она цвет более насыщенный, как будто чуть-чуть макомская. Игорь Негода 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 Игорь Негода